Друзья мои дорогие, доброе утро, добрый день с вами Катя. Я вас приветствую из нашего города, из Кенчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы. Я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима, Ватикана и Сиены. Я являюсь журналистом, но и как всегда под сюжетом внизу в описании будет ссылка на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Друзья, сегодня у нас последний день, как быстро ведет время с нашей Олечкой. И потом мы завтра ее, к большому сожалению, уже провожаем. Сегодня мы поедем осматривать бани Винены и что-нибудь еще поблизости. Прекрасные дни провели вместе. Очень грустно расставаться вот с такими замечательными туристами, как она. Но всему хорошему приходит когда-то конец. Поэтому у нас сегодня последний экскурсионный день. Потом будет небольшой перерыв, несколько дней. И мы с вами поговорим на те темы, на болевшие темы, социальные темы, которые накопились вот за последние предыдущие дни. А сегодня мы гуляем по Тоскане. И, к сожалению, последний день он не идеален с точки зрения погоды. Смотрите, я хочу вам показать. Видите, вот это... Мы приехали в такую погоду, когда видно, да, что пар идет, потому что вода теплая. Тарковский, вот здесь он снимал свой фильм. Ностальгия. Вот он, источник. Вот откуда вода выходит. И я думаю, что они дешевые. Вот, смотрите. Это все сточная вода. Вот то, что мы с вами видели. В ванне Винене, видите? Поэтому нет, эту воду пить нельзя. И купаться я в ней тоже бы не рекомендовала бы. А вот там... А вот там... Нет, да. А вот там... Еще что-нибудь, да, подцепить? В Альдорча. И вот здесь она как раз в Альдорче. Долины реки Орча. Все это заканчивается. И вот Оля рассмотрела, что здесь замок тоже находится наверху. Да, в отеле. Свои спа. Источник. Продолжение того, которое мы видели. Видимо, все-таки тут больше сейчас для туристов, чтобы посмотреть, и с каким видом. Я взяла карточку визитную, да, этого отеля. Так, друзья, вот этот отель. Слушайте, просто потрясающий спа у них. Поэтому, если приедете сюда, здесь можно остановиться. Зона отдыха, то есть даже на один день из Рима приезжаете, и можно вот здесь будет отдохнуть. Вот это хочу снять. Это мы в Монтальчино находимся. Как они взяли в виде вина. Всех померили. Значит, немецкий, американский и российский флажок. Видите, мы говорим по-немецки, по-английски и по-русски. Вот так вот. Замок Монтальчино. Бронелло Монтальчино. Здесь выпускают. Это вот у нас дегустация. Бронелло. Вот, это у нас дегустация сейчас будет. Вот сколько нам вкусненького. Значит, вот сколько нам вкусненького принесли. И супчик из помидорок. Это очень ням-ням, да? Начинаем с вино. И что вы начинаете попробовать только вино. Оно еще теплое, очень горячее, конечно. Потом будете попробовать. Я принесу и сыр для этого, потому что можете, если хотите, поставить сыр. И не успехи. Да. Вот с этого начинаем. Крауна заверится, потому что очень много сок внутри. И очень вкусное. Даже. Мне как в нуте поручало. Чем старше, тем лучше. Чем старше, тем лучше. Как женщина, да? Точно как женщина. Только женщина у нее есть такие качества. Другие нет. Ну, потом. Земля здесь очень разная. Каждые 200 метров, я говорю, всегда. Что каждые 200 метров меняется. Да, и поэтому и разный вкус есть. Каждую Бронеллу. А с первого января уезжает каждый новый Бронеллу. Здесь новый, который очень свежий и молодой. Который с первой, после пятой. Это фортеция. Она сказала, 2000 бутылок только они делают. Вот. Вообще все вкусно. Ну что ж, друзья. И сегодняшний день закончился. И, к большому сожалению, наша Олечка завтра возвращается домой. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся в следующий раз.